Привет, молодые люди! Меня зовут Шок. Hello guys, my name is Шок. И сегодня мы будем открывать новые кейсы. Today we open new, brand new cases in CSGO. Которые стоят сейчас очень дорого. Но меня это не остановило. И мы сейчас открыв... И мы сейчас будем открывать 20 штук. Это пилотная серия этих кейсов. Я открою 20 штук на 300 баксов. Они стоят сейчас каждую по 15 долларов. А сейчас все дело за вами. Я в следующей серии открою то количество кейсов, которое вы наберете. 40 тысяч лайков это 80 кейсов. 50 тысяч лайков это 100 кейсов. Умноженное на 2, короче. Поэтому все в ваших руках, а мы полетели. Это... Ноки. Можно и так. Я хочу приступать. Сразу скажу. Сам кейс выглядит как расколотая сеть. И после того, как он вышел, расколотая сеть убала на 1 доллар. Ну что ж, давайте начинать. О, я забыл показать вам сами скины, которые здесь. Так, это SSG, оно супер скучное, правда. Вообще беспонтовое. Мне не нравится. Нигев. Он неинтересный. P2000. Неинтересный. В общем, мне не нравится, как он выглядит. Тоже не нравится. Скучно. Есть некоторая ассоциация с этим P250. Но, опять же, скучно. P90. Скучно. Бизон. Вот Бизон более-менее, на самом-то деле. Не похоже. Это надпись лишняя, нет? Не-не, нормально. Вот этот скин вообще не похож на то, что он из CSGO. Очень красиво. Как будто из какой-то игры, где должен зомби убивать. Очень красиво. Да, очень красиво выглядит. Я очень сильно жду такой калаш. Представь, как будет красиво. Правильно. Да. Вот этот скин пока что топ-1 в этой коллекции. Я бы хотел его выбить. Тайк 9. Скучно. О, что это? Ладно. В скобочках не скучно. Это хороший скин. Это как нос у жителя Майнкрафта, да? Да-да-да. Это прикольный скинчик. Макс здесь... Не, вот не хватает яркости, на самом-то деле. Слишком какой-то он темный. Так, пока что фавориты у меня Максем и ТАК-9. Дальше Горилл. Скучновато. М5. Тоже скучно. МК. МК, кстати, неплохо выглядит, но скучно тоже. Как будто где-то увидел ее, нет? Не-не, что-то особенное. Скелет очень жесткий. И в Китае опять ее заблокируют. И будут перерисовывать. Представь. Это же скелет настоящий, да? Глок. Да, неплохой Глок. Я думаю, что у него есть будущее. Мой ценник, который я вижу, это... 150 долларов. Прямо за воду. Статрек. 150 долларов. Так. Экзем. Что-то египетское, да? Какое-то такое. Ну, мне он, как сказать? Мне нравится. Или нет? Нет. Я бы сказал, больше нет. Я не знаю, какой мне должен понравиться скин на Экзем. Это оружие, которое никак не смотрится ни с одним скином. А Диггл. Беленький Диггл. Я знаю только один белый Диггл. Это гипноз. Но он выглядит симпатично на самом деле. Мне нравится. Очень. Под белые перчатки в самом деле. Это третий скин, который мне нравится. Тоже императорское что-то. Калаш красивый, похож на императрицу. Но я не ловлю кайф. Я бы... Я не... Он не такой же... Ну, нет, Вау. Понял. Я бы не сказал, что я хочу именно его ловить. Просто императрицу. Ну, сейчас я этот, Максим. Мне сейчас калаш выводит, который мы сейчас рассматривали. Давай не будем вращивать друг друга. Все, идем дальше. У нас 20 открытий кейсов. И пока что у нас 2 слива. О, о, найс, статрек. Нет. Классно выглядит. Мне нравится. То есть закаленый или как он поношенный? Поношенный. Ну, смотри, я потратил на это открытие 30 долларов. И, внимание, я получил 9. Что странно. Я думал, ценники будут совсем другие. Окей, погнали дальше. 4 кейса. И мы потеряли уже около 40 долларов. Мимо. Сейчас тоже не гигают. Статрековский. Зваль. Ну, это тварина. Так, давай. Так, Калил. Автомат Галил. Калил. Не хочешь полу украфт сделать? Да, я сделаю украфт. Потому что и так я потерял большую сумму. Можно пофаниться и сделать что-то интересное. Но главное, что вы упали, будете скины, которые подкрафтывают. У меня нет ощущения, что мне что-то упадет. То есть у меня есть ощущение того, что я закончил троллик, и у меня будет все синее, дружусь. Грустно отсека начинается. Кстати, как только этот кейс вышел, я вышел из дома. Было же 5 утра. Я выезжаю, подчерюсь немножечко, сажусь в машину, и приходит оповещение о том, что вышло обновление. Я решил возвращаться сразу, но потом я обдумал все это дело и понял, что сейчас нет смысла. Кейсы, когда выходят, их вообще нет. А когда они только выходят, стоят по 40 долларов, по 30. Я и так сейчас очень дорого их купил. Они к вечеру будут стоить по долларов 8. А через неделю по 3 доллара. Поэтому здесь поспешишь людей, насмешишь. А и самое главное то, что я смешу и соберусь. Да, ну чувак, какой смысл, если... Во-первых, это минус контракт. Во-вторых, это доллар. И в-третьих, я сейчас ничего не окупаю. Затиши, бередули. Ну когда после этих слов что-то выпадало, дружище? Всегда. Нет, вот именно после этих слов никогда не выпадало. Давай уберем эти слова обратно. Привет. Привет. Дорогой и крайне мощный дигл. Пожалуйста, прямо за вот. Немного поношено. И, внимание, это 130 долларов. После этих слов выпало. Да. Ну, короче, смотри, дружище. Дигл упал, но и непонятно что. Ставь за 3000 баксов. Давай я напишу 300 баксов. Вот только что мы увидели, то, что этот дигл стоит 300 баксов примерно. Вот, 4800. Так, он немного поношено, но нет ни у кого еще. А, лол, да. Ты первый человек, мы получили дигл принт. Да, да, братья, я тебя услышал. Сейчас второй упы. Давай этот ролик назову на английском. Подготовленный, мне кажется. Слушай, бро, давай этот дигл портан за 150 баксов прямо сейчас. Давай дороже. Я не думаю, что его заберут. Так если закаленный стоит 400. Так кто его купит? Ебанатки. Наверное, так и будет. Ай, ладно. Слушай, ну что я хотел из этого кейса? Это нож. А, я, я вот сейчас я хочу кулок. Сейчас будет AK47. Ай-яй-яй-яй. Ну, слушай, ну, красный из 20 кейсов. Мне кажется, это неплохо. Я сейчас делаю контракт, как раз таки. Что здесь на можно упадить? Может быть, упадет МАК-10. Может быть, упадет МАК-7. Я хочу МАК-7. Ой-яй-яй. Фу. Фу. Просто фу. Сейчас у нас маленький шанс на то, что упадет именно эта коллекция. Я буду пробовать. Она выпадет. Да, чувак. Так, прямо сейчас мы делаем контракт, где теряем очень много денег. Необдуманно. На эмоциях. Глупо. Но мы можем выбить сейчас ГЛОК, М-ку или Экзем. Главное, не Экзем. Я бы хотел бы ГЛОК. Погнали. О, боже, вы ровно. Ладно, хорошо. Главное, у нас есть Дигл. И с этим можно работать. Чуваки, сейчас мы можем выбить, внимание, Статрек МАК-7. Так знаем, брат. Ай-яй-яй, я думал, новая коллекция. В итоге, чуваки, что мы сегодня выбили? Мы сегодня выбили Дигл за 4 доллара. Экзем за 64? Что? Короче, чувак, я продаю... Вот, его продавали. Его покупали уже? Я его продаю. Уссарай за 300, да. За 299. Это ход маркетолога, брат. Блин, чувак, ну я не знаю, если это заберут, то мы будем в флюсе, брат. Чувак, салт написано. Да! Да ну нахуй. Да! Что за ебанат купил этот Дигл? Какой дебил это сделал? Этот Дигл не может столько стоить. Что? Я купил открытие, я купил ролик. Давай по приколу этот тоже продадим тогда. Ну давай за 30 продай. Чувак, я продал. Я вернул бабки, которые потратил на это открытие. Мы продали 2 скина. Все, чуваки, ждите новый ролик. Я жду это открытие огромное, потому что там уже должен упасть этот гребаный ножик. На самом деле я хочу кулок. На самом деле я хочу кулок.